Астроном Лилия Миронова признается, нынче август особенный. Редких явлений будет целая бездна. Причем, если звездопад воскресной ночью увидят все жители планеты, то затмением Венеры полюбуются исключительно сибиряки. После звездопадной ночи 13-го часа, в ночь с 13 на 14, в 3 часа начнется затмение Венеры. На востоке, на ночном небе, вот это редкое явление, действительно редкое. Поэтому, видимо, на звездном небе бывает раз, наверное, в 30 лет. Допустим, следующее вот такое затмение лунной Венеры будет только 1 апреля 2044 года. Помимо падающих звезд и затмения сестры Земли, а именно так еще называют Венеру, этот август подарит еще одно явление – голубую луну. Увидеть ее можно 31 августа. Это просто совпадение. Когда в календарном месяце происходят два полнолуния. Вот второй полнолуни в календарном месяце называется голубой луной. Традиция очень сильна, поэтому голубая она, наверное, когда-то, может быть, в тумане ее кто-то наблюдал. Но вот термин так и остался, поэтому астрономов называется голубая луна. Это редкое явление, тоже редкое. Значит, происходит оно раз в год, но не каждый еще год. Правда, обольщаться не стоит, делится звездочет. Луна будет обычного пепельно-серого цвета. Появление у луны голубого оттенка – дело весьма незаурядное и обусловлено оптическим эффектом. А 13 августа, когда за час можно увидеть до 100 падающих звезд, эксперт рекомендует уходить подальше от освещенных улиц и магистралей. Яркие персеиды, а именно они будут падать с небосвода, породила комета Свифта-Тутля, возвращающаяся к Солнцу лишь каждые 133 года. Анна Зуева, Виктор Немаев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова